уровень мю имеет форму гигантской атомной электростанции которая судя по всему когда-то функционировала но с тех пор была заброшена ландшафт вокруг нее бесплоден и не подает признаков жизни если не считать нескольких мутировавших сущностей населяющих ее на уровне почти нет значительных геологических особенностей если не считать гигантского кратера который можно найти пройдя тысячи миль он простирается на 500 миль вниз и имеет 200 футов в диаметре в его стенках расположено множество пещер и домов что наводит исследователей на мысль о том что когда-то здесь существовала цивилизация было обнаружено что это место также служит домом для песцам у внутри пещер кратера находится золото причем его становится все больше чем глубже с тех пор пещеры стали местом обитания порочных улыбающихся они используют их в основном для того чтобы заманивать странников обещанием золото но также они используют их как место для размножения и размножения были приняты меры предосторожности чтобы странники избегали пещер однако несмотря на это сущности обладают способностью нашептывать странником что-то в голову похоже они могут делать это только с теми кто находится в непосредственной близости и умеют лишь говорить ты знаешь что хочешь этого в конце концов тебя ничто не остановит рекомендуется вообще не приближаться к пещерам если на то нет разрешения электростанция является источником всей радиоактивности на уровне му из-за чрезвычайного количества радиоактивности нет никаких записей подтверждающих это писец му единственный кто может свободно ходить внутри нее и выходить невредимым сущности однако не могут выжить под воздействием экстремальной радиации вскоре умирают после облучения писец му обычно может сдерживать облака радиации но поскольку он их не создавал то не может удерживать их очень долго и в конце концов у него заканчивается энергия кроме того из-за радиоактивности камера и другие электронные устройства не могут работать должным образом и выходят из строя сущности на уровне мю обитают лишь мутировавшие версии обычных сущностей встречающихся в задних комнатах таких как улыбающиеся или гончие они мутировали из-за события названного катастрофой во время этого события на электростанции произошла утечка большого количества ядерной энергии радиоактивности это вызвало серьезные генетические трансформации сущностей которые включают в себя в частности такие вещи как улыбающиеся начинают отращивать тело кожекрады отращивают много рук много руки становится экспоненциально больше в размерах в конце концов это уничтожило цивилизацию обитавшую в кратере странники жившие внутри кратера не выдержали сильной радиоактивности в конце концов вымерли оставив после себя только писца му писец му писец му писец и правители уровня мю он утверждает что существует с тех пор как себя помнит и что он не всегда выглядел так как сейчас поскольку его внешность изменилась после катастрофы по его словам до этого он выглядел как обычный человек но всегда был известен как писец му на данный момент состоялось только одно интервью в настоящее время организуются другие но они затруднены из-за экстремальных условий ниже приведены некоторые визуальные характеристики а также некоторые его способности визуальные характеристики следует отметить что из-за высокой радиоактивности здесь не работают фотоаппараты сотовые телефоны и другие электронные устройства поэтому нам не удалось сделать ни одной фотографии писца му он представляет собой гуманоидное существо с четырьмя крыльями на спине он одет в рваные штаны темно-черного цвета длина которых доходит только до колен на нем рваная рубашка со строчной буквой му спереди у него светящиеся зеленые глаза которые видят почти все обычно он носит с собой странного вида камень который если его держит любое разумное существо рядом с ним позволяет ему выжить при любом воздействии радиации он утверждает что до сих пор никому не давал его после катастрофы способности летать способность менять свой облик создавать радиоактивные отходы в любом состоянии способность выдерживать любое количество радиоактивности способность манипулировать всеми кто вступил в контакт с создаваемыми им радиоактивными отходами базы аванпосты и поселения несмотря на экстремальную природу этого уровня здесь есть одна база которую удалось создать не люди не люди эта группа из 20 странников прибывших на уровень му их цель дать песцу му почувствовать себя как дома до того как произойдет катастрофа они живут в пещерах в кратере и в настоящее время работают над восстановлением домов на скалах первый член этой группы встретил песцам у когда он перешел на уровень мюс уровне 0 41 вскоре они стали близкими друзьями и построили новую цивилизацию вскоре группе присоединились другие странники они открыты для торговли а также для приема новых членов хотя у них есть условия если вы хотите сделать что-то из этого эти условия могут включать но не ограничиваться ими быть известным членом любого гоя за исключением биг и колонистов за кулисье должно быть разумное объяснение почему вы живете здесь если у вас печально известное прошлое или вы являетесь по и если кто-то хочет торговать он должен указать что он готов обменять нельзя торговаться за предметы которые могут подвергнуть опасности одну из сторон входы и выходы входы поднимитесь к электростанции с греческой буквой мю на сорок первом уровне спросить песца омикрона уровнями облучение радиации на уровне 0,41 сотых может привести сюда некий неудачный эксперимент в лаборатории 56 выходы проскочив через электростанцию можно попасть на сорок первый уровень забредая слишком далеко в пещеру вы попадаете на восьмой уровень зайдя в дом заставленный мебелью вы попадете либо на уровень минус сорок пять либо на уровень минус пятьдесят один